Короче, помните, как в 2019 году известный российский историк Олег Соколов убил, расчленил и выбросил в реку молодую аспирантку Анастасию Ещенко? Давайте разберемся в этом деле поподробнее. Олег Соколов – специалист по военной истории Франции, профессор кафедры новейшей истории Санкт-Петербургского государственного университета. Свободноговорящий по-французски Соколов был одним из ведущих участников движения по военной реконструкции с начала 1990-х годов и представлял Наполеона в многочисленных репрезентациях исторических сражений и других событиях. Яркий стиль и своеобразная подача Соколова сделали его популярным среди студентов. Наполеон был его кумиром, и коллеги-любители истории обращались к нему сир. Анастасия Ещенко приехала из Краснодарского края, чтобы учиться в Санкт-Петербурге. Она сразу же приглянулась Соколову, и он начал уделять ей знаки внимания, помогал в учебе, брал с собой на реконструкции наполеоновских сражений. Она играла роль Жозефины, жены Наполеона, роль которого всегда исполнял наш историк. После выпуска девушке нужно было съезжать из общежития, и Соколов предложил ей переехать к нему. Анастасия согласилась, и с того момента они стали жить вместе, и у них закрутился роман. Родители девушки были против этих отношений, но она была влюблена, и общение с родителями прекратилось. В начале ноября 2019 года Анастасия позвонила своему брату и в слезах рассказала, что Соколов избил ее во время ссоры. Она сказала, что убежала из квартиры, но ей нужно было вернуться за вещами. Спустя несколько минут у брата снова раздался звонок, и сестра сообщила, что все нормально, переживать не за что. По всей видимости, она говорила это под давлением своего ухажера. 9 ноября 2019 года знаменитого историка вытащили из реки Мойка в самом сердце Санкт-Петербурга. Его заметил таксист, который остановился возле набережной, чтобы переобуться. Соколов просил не вызывать полицию и помочь ему выбраться. Но таксисту не удалось этого сделать, и он принял решение вызвать скорую из сотрудников правоохранительных органов. Оказалось, что историк был пьян. В рюкзаке, который плавал вместе с ним, были обнаружены отрубленные руки и пистолет. Позже сотрудники правоохранительных органов нашли расчлененное тело Анастасии Ещенко в квартире Соколова. В суде Соколов сообщил, что глубоко раскаивается. Он сказал, что прожил с жертвой 5 лет. Я считал ее невестой и сказал своим друзьям, что собираюсь жениться. Как выяснилось позже, между Ещенко и историком возникла ссора. В порыве гнева Соколов достал обрез и выстрелил в девушку 4 раза. Затем, убедившись, что Анастасия мертва, спрятал тело в комнате. На следующий день он, как ни в чем не бывало, позвал к себе в гости своих друзей и коллег. И они провели этот вечер, выпивая и разговаривая об истории. В гости даже и не подозревали, что в соседней комнате спрятано тело молодой сожительницы их знакомого. Но от тела нужно было избавиться. И на следующий день Соколов с помощью ножа и пилы расчленил его, положил в мешки и частями сбрасывал их в реку Мойка. Суд признал Олега Соколова виновным в убийстве Анастасии Ещенко, а также виновным в хранении оружия. Его приговорили к 12,5 годам заключения. В октябре 2021 года Соколов проиграл апелляцию и его 12-летний срок тюремного заключения остался в силе. Прося о помиловании, Соколов сказал суду, что раскаивается и попросил у родителей Ещенко частичное прощение. Он утверждал, что Ещенко рассердила Соколова, оскорбив его дочерей из предыдущих отношений. Но адвокаты родителей Ещенко обвинили Соколова в том, что он переложил вину на погибшую девушку и потребовали оставить ему приговор без изменений. С тебя лайк и подписка.